Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни дня, потому что тебя не возьмут. Время твоей жизни это самый главный и самый ценный актив. Все это понимают, и всех это угнетает. Все хотят использовать этот актив с наибольшей выгодой, то есть найти любимое дело жизни, чтобы потом тыкать в это остальных лицом. Я занимаюсь любимым делом, а вы говно. Ну или просто получать удовольствие от жизни. Моя точка зрения в этом вопросе такая. Большинство из нас знают, чем хотят заниматься. Просто их желание заблокировано каким-то негативным убеждением. Например, говоришь себе, хочу быть художником. Тут же мамин голос в голове добавляет, все художники нищие алкаши, отбирающие пенсию матери. И тут же ты себе добавляешь, хотя нет, не хочу. Подобные абсурдные, надуманные убеждения вбиваются в голову ребенку с самого детства. И со временем, тысячу раз повторенные, в виде мысли срабатывают в голове так быстро, что ты даже не успеваешь договорить или додумать эту фразу до конца. Хочу быть ху. Щелк, срабатывает мамина блокировка. Ху. Хурмой? Я хочу быть хурмой? Че за бред я несу? Прав был дедушка, что я шизофреник. Вот так вот перекореженно и абсурдно выглядят заблокированные желания, как какой-то бред. Но именно под слоями такого бреда и похоронены наши настоящие сокровенные желания. Итак, я предлагаю легкий способ просто попытаться обойти эти блокировки. Вам всего лишь нужно будет в комментариях указать номер вашей кредитной. Шучу. Знаю, что у вас там ничего нет. Вот что нужно делать. В течение недели каждый день записывайте по пять профессий занятий, которыми бы вы хотели заниматься. Если ничего не приходит в голову, то просто хотя бы что-то наобум. Хотя бы отчасти близкое к вашему хотению. Если получится больше, то клево. Изредка можно повторяться. И сохраняйте где-нибудь все это. Обязательно найдутся те, которые скажут, что я вот даже пяти выдумать не могу. Все. Тогда даже не пытайся. Отключи видео и поставь крест на счастье в своей жизни. Если ты даже такой ерунды не можешь сделать ради своего счастья, то ты его не заслужил. А со временем просто убедишь себя, что должность выслушивателя говна от климатичной начальницы не так уж и плохо. Зато соцпакет. Зато недалеко от дома. Зато я ежедневно тренируешься в самообмане. Знакомые фразочки, да? В конце недели сядьте и выделите несколько по-настоящему желанных пунктов. Представьте, что вы миллионер и ни в чем не нуждаетесь. Представьте, что вы создатель популярного быдла паблика, решившего отойти от дела. И вот тут важно делать это в ту часть дня, когда внутренняя мама наименее активна. У кого-то это утро. У кого-то это вечер. Может быть в ванне с бокалом вина. У кого-то это после тренировки или пробежки. Окей, у вас на руках появляется конкретная работа. Трогатель, сисик Натали Портман за деньги. Нет. Реальная профессия. Изучите реальную информацию по ней. Сложность, длительность обучения, если нужно. Вакансии вашей местности, возможности заработка, вариативность деятельности. Например, можно заниматься медициной, не имея медицинского образования. Бизнес с медицинским оборудованием, медицинские сайты или издания, реклама медицинских услуг и так далее. Найдите, спешитесь и пообщайтесь с реальным представителем этой профессии. Напишите представителю Натали Портман. Ну а вдруг, зачем? Чтобы знать реальное положение дел и мочь, если потребуется, предоставить внутренней критической маме рациональные контраргументы. Вот смотри, мам, он музыкант и он не наркоман. Я наркоман. Да, неудачный пример. Но я верю, что однажды я смогу найти музыканта, а не наркомана. Почему эти списки помогают обходить эти блокировки? Это что-то типа волшебства? Нет. Подобные негативные убеждения чаще всего иррациональны, и бессознательны, поэтому действуют на нас не системно. Они не могут блокировать все подряд, они действуют выборочно, случайно. И если подойти системно, то есть каждый день писать, а потом отфильтровывать, сильно повышается вероятность, что так или иначе настоящие желания смогут просочиться через эти блоки. Если я использовал термин системно неправильно, мне пофиг. Мне просто нравится это слово. Дохуя делов, все-таки тому, чему вы хотите посвятить целую жизнь, можно и нужно тратить много времени. И что, так и бегать, и пробовать разные занятия, пока не найдешь нужное? А если на это вся жизнь уйдет? И тебя, если и будут назвать Илон Маск, то только в таком контексте. Слышь, Илон Маск, заткнись! Это все демагогия. Я уверен, что большинство людей, попробовав хотя бы несколько занятий, обязательно найдет то, что искал. И напоследок еще одно невротическое заблуждение. Многие люди думают, что судьбой им предназначено только какое-то одно дело, которое будет приносить им радость и в котором они смогут добиться успехов. Это частые прокрастинационные заблуждения, выдуманные лишь для того, чтобы проебать очередной год жизни. Я думаю, что у каждого человека таких занятий много. Главное, чтобы он искренне хотел ими заниматься. Конечно, у этого способа никаких гарантий. Но это хотя бы что-то, что можно попробовать прямо сейчас. Кому угодно и абсолютно бесплатно. Давай, поехали. Бро, мне будет приятно, если ты нажмешь колокольчик, чтобы вовремя узнавать о новых видео. И поставишь лайк, если видео тебе понравилось. Спасибо.